Микс Ньюс Добрый день, мы начинаем программу «Разворот» 12.16 на часах. Сегодня веду ее я, Алена Борисова. В гостях у нас член правления Латвийского радио по вопросам управления финансами Марита Тукиша. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о функционировании общественных СМИ. Мы не первый раз эту тему поднимаем в своем эфире. Сейчас связываемся и в том числе с представителями латвийского телевидения. Я напомню, у нас общественные СМИ представлены в трех видах. Это латвийское радио в виде шести радиостанций. Сейчас уже пять плюс один. Фактически, да. Одна ретранслация. Да, это латвийское телевидение и портал ЛСМЛВ. И вот сегодня мы как раз поговорим о радио, общественном радио. Но, может быть, вернемся к событиям ушедшего года, прошлого лета. Начнем с них, чтобы понять, как разрешилась или нет ситуация. Я, может быть, поясню нашим слушателям, что новостная служба латвийского радио в прошлом году, конкретно летом, выражала недоверие правлению латвийского радио. В частности, вам. Вы являетесь одной из трех членов правления, еще двум вашим коллегам. И требовала непосредственно вашей отставки. Но, чтобы помириться с журналистами, вы, в свою очередь, предприняли несколько попыток. В том числе пытались нанять медиатора. Но журналисты отказались от такого варианта разрешения конфликта. В отставку вы также не стали уходить, поскольку заявили, что для этого нет никаких оснований. Прошло уже полгода практически с того момента. И как сейчас, какая у вас сейчас ситуация? Чем разрешилась она или находится в такой холодной, замороженной стадии? Ну, ситуация, скажем так, она, этот вопрос до сих пор до конца не решен. Какую часть из этого вопроса мы могли решить, какая часть до сих пор надо работать. Но надо смотреть, наверное, на причину, из чего это все началось. Да, может быть, напомните. Да, ну, как бы началось то, что правление новостей приходило к нам с просьбой повысить зарплату. Но на тот момент у нас не было возможности из бюджета это сразу решить. И, конечно, если мы смотрим, вообще можно и понять, потому что, как мы знаем, в 2008 году произошла кризис. То есть вообще и в этом время нашим работникам снизили зарплату. 15% даже меньше и даже больше. Произошло, скажем так, 10-12 лет и ничего не поменялось. Да, и я не думаю, что это именно проблема в правлении, это проблема в целом по финансам общественным СМИ. Потому что эта проблема не только у нас, проблема по финансам, это и у телевидения то же самое. Единственное, что, ну, ладно, это вопрос возник у нас первых, потому что многих наших корреспондентов начали уйти работать в других местах, которые могли предложить гораздо лучшие условия и зарплату. То есть журналисты начали покидать российское радио, да, в пользу коммерческих СМИ, частного сектора. Да, в пользу коммерческих, даже в пользу телевидения. А также общественного, да? Да, ну, не все причины были, конечно, зарплата. Бывало, когда человек просто хочет развиться и попробовать что-то другое. Ну, одна из причин, конечно, была эта зарплата, которую мы платим своим людям за работу, которую они делают. Да, журналисты тогда обратились с открытым письмом, в том числе и к президенту, и к депутатам СИИМа. И в своем письме они указали, вот если говорить о зарплатах, которые их не устраивали, что за последние годы назначения вот нынешних членов правления, их зарплаты, они получили зарплаты, прибавку в размере 60 евро, а зарплаты членов правления выросли на 18 евро и приблизились к отметке в 5000 евро. Я так понимаю, что их эта разница возмущает. То, что вы говорите, что у латвийского радио денег нет у общественных СМИ, но поднимая зарплаты не им в большей мере, а себе? Ну, вы должны понять, что правление сама не решает себе зарплаты. Поднять или нет, это решает совет по электронным СМИ. Да, так что это, и уже этот, чтобы повысить зарплаты, это уже было, перед нам этот вопрос уже поднялся, потому что правление тоже было, если сравнить с другими компаниями, достаточно низкой зарплаты. Ну, если мы смотрим в течение, что произошло в этом полгода, тогда мы очень активно работали, и у нас удалось в всём этом контексте получить дополнительные деньги нашему бюджету. Так что, если на этот год смотрится, тогда мы получили плюс часть компенсации, чтобы выйти из рекламного рынка, это 1,37 миллиона. Но вы ещё не вышли же, это только... Нет, ещё не вышли, да. Ну и в этом году ещё не получили 750 тысяч евро, чтобы, да, крепить нашего потенциала. А по поводу увеличения зарплат, да, как-то нужды журналистов были удовлетворены? То есть, был принят в прошлом году успешно кабинетом министров и поддержан депутатами Сейма бюджет на этот год. Да. Он в себя включал, это повышение обещанное, в том числе, и рост зарплат журналистам, общественным. Он включает многие вещи, там включает тоже, что мы должны крепить инфраструктуру, инвестиции. Техническое оборудование, да. И тоже, конечно, зарплаты. Но мы идём по плану, и люди какие-то изменения насчёт зарплаты увидят в середине года, пока мы над этим работаем. То есть, сейчас их зарплата не выросла ещё? Они получают... В прошлом году там было некоторой коррекции, но так, чтобы конкретно нам... В этом году пока нет. Но я говорю, мы на этом работаем, потому что там есть тоже условия, потому что надо справедливо уставить зарплаты, потому что есть журналисты, которые получают больше, меньше за одинаковую работу. Надо это как-то... Выровнять. Выровнять, да. Да. А почему так возникло, что одни и те же журналисты... Ну, это... Это уже было перед нас, и этот вопрос просто шёл, и шёл, и шёл, и он... Сейчас надо решить. А как сейчас складываются ваши отношения? Вот это, может быть, на электролизованность в воздухе? Я понимаю, что конфликт ещё не погашен, проблема не решена, если мы говорим о зарплатах и недовольствах сотрудников общественных СМИ. Вы общаетесь, вы находитесь ещё, не знаю, в состоянии какого-то замёрзшем состоянии, или ваша проблема решена, и сейчас нет никаких трудностей? По-прежнему ли журналисты хотят ваши отставки? Ну, если так, вопрос ставить ребром. Я думаю, что журналисты хочут реакции и результат. Я не думаю, что это принципиальная отставка. Они хочут нормальные зарплаты, смотря на рынок. И, конечно, есть на чём работать. Надо сделать выводы от этой ситуации, что, может быть, надо больше комментировать сотрудников. Но надо понять и то, что правление должно видеть ситуацию в самом целом. Мы видим, что у нас не только проблемы с зарплатой, у нас есть проблемы с инфраструктурой. Вы знаете, где мы находимся, старый Риги, какой у нас дом. Это всё требует денег. Это всё требует денег. И, конечно, с одной стороны, я понимаю, что надо крепить содержание. Но, с другой стороны, мы должны понять, что технологии тоже у нас старые, 30-40 лет. Что это будет? Если мы там не будем ставить инвестиции, тогда содержание будет. Но как его в эфир подать, не будет с кем. Да, у вас даже были ситуации, когда тишина в эфире наблюдалась. Так что это всё надо смотреть вместе. Ну и сейчас из этих 750 тысяч евро, которые мы в этом году получили, мы будем это и реализировать. Потому что мы разрабатывали конкретный план, и по этому плану мы идём. Которые планы утвердили и совет по электронным СМИ, и с этим планом и политики информировали, как мы будем работать. По поводу штата Латвийского радио, я так понимаю, последним данным уточните, если они ошибочны, может быть, у вас есть более точные. 281 работник сейчас находится, числится. Это вместе с техническими, в том числе, сотрудниками? Это не только журналисты? Вместе. А на пяти радиостанциях, допустим, если говорить о таком штате большом, ещё вы пользуетесь услугами около 300 нештатных авторов. Это не просто по масштабам коммерческого радио. Я могу просто сравнивать с собой. Конечно, это совершенно другая структура, это огромное предприятие, но это не много. То есть, если мы сравним ставки, это целая занятость, полноценная ставка? Нет. Тоже в Штатах. Да. Ну, которые авторы, тебе может быть договор, но ты один раз в месяц какое-то интервью дашь или комментарий где-то. Это не значит, что они всё время работают у нас. Ну так. А по поводу вот этих 200 человек, то есть сейчас ещё требуются люди, есть какие-то открытые вакансии? Вот журналисты уходили? Да, есть требуются. Мы только что создали отдел исследовательной журналистики. При латвийском радио. Да, да. Был только что конкурс, и сейчас будут люди, которые идут этот отдел, и ещё один место. Также там нам требуются технические люди, там тоже есть вакансии, и так что мы должны тоже смотреть современно. Где наши слушатели потребуют это содержание, мы должны думать насчёт других платформ, как мультимедиальные, и там тоже есть, будет возможность, будем искать людей. А по поводу, может быть, радиостанций, вот мы сказали о том, что у вас уже 6 существующих частот, конечно, эти частоты представлены в разных городах, на разной волне, да, можно сказать, но фактически вы покрываете всю территорию Латвии. Ну, почти 98 кома. А у вас существуют какие-то источники наблюдения? Можете ли вы измерить свою реальную аудиторию, как вас слушают в каждом регионе, что больше, а что меньше? Ну, как вы знаете, как мерят у нас аудитории в радио, всем у нас одинаково. Раньше был один повод, как они смотрели и танцграмоту, методы. Это журнал, дневник, методик, да? Ну, почти, да. Ну, сейчас этот расследователь, да, и автор рекол. Ну, и это предлагает компания в Латвии Кантар. И как вы, так и нас, это единственный источник получения данных. То есть никаких личных у вас нет способов, да, и методологии. Ну, мы, конечно, можем смотреть, сколько нас слушателей в интернете и онлайн. Такие даты, конечно, у нас есть. Но сколько у нас слушают по радиоаппаратам, это, конечно, только из этих даток. Да, у нас, напомню, член правления Латвийского радио по вопросам управления финансами Марита Тукиш в эфире. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, после чего вернемся в студию. Да, мы продолжаем разворот. Член правления Латвийского радио по вопросам управления финансами Марита Тукиш у нас сегодня в гостях. И хотелось бы как раз затронуть финансовую составляющую, поскольку, я напомню, сейчас общественные СМИ финансируются за счет государства, за счет средств налогоплательщиков, но только частично. Пока общественные СМИ еще предоставляют, в том числе, свои услуги и рекламодателям, которые могут пользоваться и платить, соответственно, за предоставление этой услуги. Но в будущем рынок общественных СМИ планирует выйти, и государство обещало компенсировать эту нехватку. Может быть, если коснуться более детально цифр, на примере достоверных цифр уже за прошлый год, сколько государство вам выделило на работу Латвийскому радио, и какую сумму вы получили от рекламодателя непосредственно? В прошлом году? Да, в прошлом году. Прогнозы еще не будем на этот год, пока касаться, а вот по прошлому году? В прошлом году с рекламодателями примерно получили полтора тысячи, примерно. Миллиона, миллиона, да, миллиона евро. Ну, больше. Это превысило ваши ожидания, ваши прогнозы, которые вы делаете каждый год на бюджет? Немножко меньше это было, но мимо. По поводу рекламодателей я ознакомилась с… Потому что, почему я говорю, потому что там есть так, что не только это реклама, цифры больше, но есть проекты сотрудников, которыми работаем, например, инвестиции, которые мы получаем из государства, как, например, «Столетие Латвии», да, и такие. Они тоже идут, как бы добавительные деньги, они включаются, но это не реклама. По поводу, если говорить о рынке рекламы, вы еще пока продолжаете оказывать эту услугу, планируются ближайшие стратегии развития СМИ. Когда вы полностью откажетесь от рекламы? Ну, по закону это считается следующего года. То есть, со следующего года ее не будет? Это последний год, когда… Да, ну, если, конечно, мы получим компенсации в полном объеме. Ну, законно… Ну, будем надеяться, что, да, государство исполнит свои же обещания и принятые свои законы. Я просмотрела страницу, она всем доступна на латвийском радио, сколько стоит размещение рекламы евро в секунду, да, есть более удачное время, если мы говорим о рейтинговости. Здесь сравниваются и представлены, в принципе, цены, так называемый прайс-лист четырех радиостанций, LR-1, LR-2. Я поясню нашим радиослушателям, что на этой радиостанции играют латышские песни, латышская музыка, LR-3, классическая радиостанция, LR-4 с русским вещанием. И самый дорогой, оказывается, LR-2, да, радиостанция с латышской музыкой, дальше, сравним, допустим, период с шести часов до десяти часов утра во всех представленных радиостанциях. LR-2 это 2 евро за секунду, LR-1 это евро 60 за секунду и LR-4 85 центов. Можете ли вы как-нибудь объяснить такую расстановку цен? Почему, допустим, первые четыре утренних часа самые дорогие в секунду на LR-2? Ну, это выходя от рейтинга, от слушателей. А, вот. То есть, можно сделать вывод, что самой популярной радиостанцией в латышском радио является LR-2. Как раз ее слушают чаще всего. Даже не LR-1, к моему удивлению. Ну, разные программы. Ну, и, конечно, разные аудитории. И, таким образом, LR-4 наименьшее охвата аудитории? На LR-4 меньше охвата аудитории, но этот охват аудитории связан тоже, где ты можешь слышать эту радиостанцию. На LR-4 нет такого покрытия, как у LR-1. То есть, она сегментирована, как-то латгало представлено? Ну, да. Ну, как вы знаете, не каждая сама радиостанция может решить, где она будет вещать. Это решает опять Совет по электронным СМИ. А, это же не ваше решение? Нет, это не наше решение. Они дают это фреквенции, где ты можешь... Частоты. Да. И, конечно, бывает, когда есть возможность где-то... Но это опять деньги, потому что, чтобы где-то опять вещать, это дополнительные деньги. Слышку устанавливать. Да, всё это, да. Ну, так что не только то, что аудитория меньше, но это связано с покрытием. А у вас есть, допустим, данные по покрытию LR-4, где представлена эта радиостанция? Конечно, есть, да. Но это всё, да, конечно. Нет, а сейчас можете ли вы назвать? Это регион Латгала, Рига и всё, или... Да, в Латгала есть, в Риге есть. Ну, много сетей, но я знаю, там покрытия не будет 98%, как это на LR-1, потому что у нас условия, как минимум одна программа должна подкрыть почти всё Латвии. По поводу самих рекламодателей, когда к вам обращаются, чтобы рекламировать свои услуги, я не знаю, возможны просто пиар, да, самый пиар. Вы отбираете тщательно, кого вы рекламируете, кого нет, есть ли какие-нибудь условия? Нет, мы даже пиар вообще не предлагаем. Ну, как бы, в общественном радио не главное разрабатывать деньги от рекламы и вообще, как бы, заниматься с бизнесом. Да, но если это предусмотрено, это подразумевается сейчас, да? Ну да, но мы гораздо не… ну, мы не будем элистичны, вот предлагаем такое, такое, такое. Предложение очень короткое. Вот есть рекламное время, делай ролик, можно подавать. У нас нету таком, как коммерческие, они там делают и интервью продают за деньги, и конкурсы, всё. Мы такого не предлагаем. У вас рекламные ролики, но если мы говорим о тех же рекламных роликах, вы роликов, вы их выбираете, отбираете, у вас есть какие-то критерии? Ну, критерии не у нас, а критерии в законе о рекламе и законе о электронном СМИ. А часто ли политики в частном порядке, мы не говорим даже о предвыборное время, когда им полагается определённое время по закону, причём бесплатно, да, услуги общественных СМИ, чтобы как-то себя пререкламировать, рассказать о себе. Вот в обычный непредвыборный период часто политики пользуются услугами общественных СМИ, платят деньги за рекламу? Не часто. Но бывает? Бывает. А можете ли вы назвать, кто, допустим, чаще прибегает к вашим услугам? Не могу. Это коммерческие, ну вы же все данные. Нет, ну понимаете, суммы не огромные. Нет, я не прошу называть сумму, да, её можно высчитать, если посмотреть время эфира, когда звучит реклама и обратиться к вашим услугамам? Ну это очень редко, понимаете, это очень редко. Если какой-то вопрос возникает, и, как вы знаете, в основном это когда у нас твой, а с Велэшен, а с Яну приближается, приближается Велэшен, и, как вы знаете, есть время, когда ты должен об этом время отчитываться, да, тогда цены гораздо выше всем радиостанциям, да, тогда бывает, когда они заранее подают рекламу, потому что получается дешевле, да. Но это очень редко. По поводу стратегии общественных СМИ, я думаю, что сейчас все говорят о новом законе общественных СМИ, даже звучат разные предположения о том, как должно осуществляться ежегодное увеличение финансирования, это надо привязывать к ВВП, чтобы определенная доля повышалась, либо это сделать там, по примеру, BBC, абонентскую плату, и такие мнения звучали. На ваш взгляд, как человека, который занимается финансированием непосредственно, да, латвийского радио, какой вариант наиболее приемлем для Латвии, да, то есть как должно обеспечиваться постоянное увеличение финансирования общественных СМИ? Ну, наше предложение было, это 0,18% от ВВП. Каждый год? Каждый год. Ну, и так мы смотрим, как этот ВВП у государства там идет. Это, и мое мнение, что это самое объективное, потому что каждый год просто идти в финансовую борьбу, и ты не можешь ничего в будущем планировать, но это тоже не работает, да. Так что я надеюсь все-таки, пока наше предложение они отменили, сказали, что это не будет, но я надеюсь все-таки, что... То есть не устраивает вариант 0,17% от ВВП выделять ежегодно? А какой вариант вам могут предложить, какой сейчас наиболее реален? Ну, пока предлагают остаться как есть. Но мы уже знаем, где, какая у нас ситуация. Каждый год финансов не хватает. Периодически мы видим, как актуализируется вопрос о недовольстве в журналистах, нехватке зарплат. А по поводу грядущего слияния латвийского телевидения с латвийским радио, как вы относитесь к такому ходу событий? Ну, как вы знаете, вопрос очень сложный, и вопрос больше политический, да, потому что для этого тоже надо средства. И я думаю, надо начинать, что вообще разрабатывать конкретный план, да, как это будет, потому что говорить одно, но все-таки надо понять, что у нас много работников, и у телевидения много. Ну, если смотреть так в будущем, и смотреть на практику Европы, я думаю, что, ну, это правильный план. Телерадиовещание, да, таким образом, наверное, будет совет называться, я не знаю, это же будет одно правление. Да, но если смотреть в будущем, и в Европе практика то же самое, что это одна организация, они не разделены, как мы пока, да. Но насчет этого надо конкретный план разработать. А насколько мы сейчас далеко от этого находимся? Очень далеко. То есть это еще на стадии только зачаточном каком-то уровне? Да, это пока на стадии, что так надо делать, но плана нету, как это сделать. И надо понять, что где мы будем тогда дальше как бы находиться, да, потому что дом телевидения тоже очень дорогой и неэффективный. Там тоже неудобно ни радио, ни телевидение. Так что если это все разговоры, что будет строить новый дом, тогда сколько это время займет, как это будет реализовываться практикой? Ну, это надо смотреть. И это не зависит от правления телевидения и радио. По поводу хора латвийского радио, да, который уже как 70, более 70 лет, да, существует в Латвии. Сколько обходится его содержание? Я так понимаю, за это тоже отвечает латвийское радио. Нет. Хор при латвийском радио, нет? Это только имя осталось. А, серьезно? Это уже много лет назад, да, он уже идет под другой организацией. А почему тогда до сих пор называется хор латвийского радио? Ну, такое, наверное, было условие, когда он ушел в другой организации. Но фактически вы никак не пересекаетесь? Нет, нет, никак. И не сотрудничаете? Нет. А если говорить о вашем содержании, да, вы говорите о том, что есть более рейтинговое время, да, прайм-время, менее рейтинговое, это связано все-таки с тем, что люди, допустим, просыпаясь, ну, оно у вас определено как вот с 6 до 9, 10 утра, да, самое дорогое, я по этому сужу. Это связано все-таки с активностью жителей Латвии как таковой или вот с успешностью передач определенных? Нет, это связано, конечно, с… Образом жизни. Образом жизни, это один. Второе, конечно, есть программы, которые больше слушатели, где меньше, но, как вы знаете, мы, общественные СМИ, должны не только предложать контент, который будет слушать много людей, мы должны всем обществам предложить контент, и не всегда всем это будет интересно, потому что есть группы, которые тоже хочут слышать для их специальные программы, но это не всем интересно. Ну, мы как общественные радио должны это все предложить. Ну, вот вы сказали, есть те, которые хотят слышать, в результате мы не можем угодить всем, а как люди с вами коммуницируют, они обращаются, что эта программа не нужна, это нужна, мы хотим услышать о том, расскажите про это. Нет, ну, это все связано с общественным заказом. Вот, общественный заказ, как вы оцениваете его реализацию, то есть как вы определяете, что ваша работа действительно произведена в связи с общественным запросом, да, что вы его удовлетворяете, или то, что необходимо вам произвести, чтобы этот запрос был удовлетворен. Вот это всегда такой вопрос, кто это решает. Я понимаю, что этим занимается, отвечает член правления, который отвечает, наверное, за содержание, в том числе, разработку, это немножко не вашей компетенции, но вы непосредственно, наверное, общаетесь между собой, да, если вы владеете какой-нибудь информацией здесь, то как это происходит? Ну, как вы знаете, что значит вообще общественный заказ? Это документ, да, в котором определяет, какое именно содержание для кого и для чего производит радио, да, и для этого дальше, как мы получаем, мы, СМИ, электронного СМИ получаем задачи, но это не то, что какой контент мы должны привести, но это как бы… Вектор, куда вас направляют. Да, где направляют, да, и в основном главное информативная и объективная информация и образование, ну, общества. А если касаться ситуации, мы с вами до эфира также обговаривали темы, которых мы хотели бы коснуться в сегодняшнем эфире. Я еще раз повторю слушателям пояснение, что вы не отвечаете за содержание, разработку содержания на латвийских программах, но, тем не менее, вот очень достаточно громко срезонировала новость в конце прошлого года о ситуации во время прямого эфира, когда журналист в конце программу закончил фразой «Аллах Акбар», да, что означает на арабском «Бог всемогущ, всевелик», и на это обратили внимание, конечно же, слушатели. Мы попытались, кстати, найти эту передачу в указанное время в архиве, но она была, судя по всему, удалена, потому что другие программы загружались и были доступны. В общем, в Твиттере началось обсуждение, да, люди начали обращать внимание, и служба новостей, латвийского радио все-таки принесла изведение и сказала, что потребует объяснение от этого журналиста. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? И в каком контексте он упомянул фразу «Аллах Акбар», если в этой передаче обсуждались, я так понимаю, сложение полномочий Илмара Римшевича, который был главой Банка Латвии? Да, ну, в этой ситуации мы получили объяснение не только от человека, который этот программ делал, да, но все, которые связаны, чтобы создать эту программу. И в конце концов мы пришли к выводу, что это был человеческий фактор. А зачем он это сказал? В контексте чего? Просто? Просто сказал, понимаете, просто если мы, например, это сказали на родный язык, я не думаю, что это так кому-то… Срезонировало бы, да, или помешало бы. Ну, случилось, как случилось, конечно, это не вместе было, но человеческий фактор, понятно, что там тоже робот не работает, и из-за этого, конечно, мы извинились. И будем… Вот, вот, главный вопрос, а почему вы извинились? В этой фразе нет никакого призыва. Потому что, как бы… Она абсолютно миролюбива сама по себе, да, у нас есть мусульманское общество, которое представлено, я думаю, они тоже к ней часто прибегают. Ну, надо смотреть на качество. Этот текст не идёт вместе с тем содержанием, да. Но само по себе произношение этой фразы никак не карается журналисту, если он, допустим, обсуждает там религии или общины присутствия конкретно власти. Да, в каждой фразе есть место, где она есть в контексте и где нет. В этом случае она не шла вместе с содержанием. И это логично, что мы извинились за такую ситуацию. А были какие-нибудь последствия, понёс сам журналист после этого эфира? Или только объяснение дал? Нет, он дал объяснение. Ну, конечно, если мы смотрим, что это всё содержание должно быть качественное, в этот раз он такой не был, да, конечно, человек получил замечание. А почему вы приняли решение ударить, изъять запись из эфира, из архива на сайте? Потому что если вот эфир некачественный, наше, надо это корректировать и поставить, чтобы было правильно, как это должно быть. Не до сих пор продолжать неправильный эфир дальше. Ну, если ты сделала ошибку, тогда и корректируй её, чтобы было всё конкретно, не продолжая эту ошибку, повторять много раз эфир. Известно ли вам, как часто вот люди привлекают ваше внимание к качеству эфиров? Я понимаю, что это может быть опять же, да, не ваше поле деятельности непосредственно, но люди обращаются, есть вот эта взаимосвязь, да, когда указывают, может быть, на ошибки журналистов в эфире? Много людей. Конечно, есть у нас лояльные слушатели, которые сразу нас информируют и задают вопросы, почему и как, да. Ну, и это нормально, что ты получаешь отгрезанный скос. Ну, ответ, что возвратную реакцию, да, фидбэк, так называемый. Да, фидбэк от наших слушателей. А по поводу вот лояльности, вы сказали слушателей, если говорить об эфире, есть такое, что журналисты как-то все-таки, может быть, сами себя подвергают цензуре, да, есть какие-то запретные темы, это общественные СМИ, или запретные, может быть, люди нежелательные, как-то есть какие-нибудь ограничения, существуют? Нет, я, Катя Георгиевич, против этого, и такого нет, потому что мы общественные радио, и мы за свободу слова. В вашем эфире может обсуждаться абсолютно любая тема, любое мнение может прозвучать. Да, потому что журналисты сами делают содержание, и правление ни в каком случае не может вмешиваться в содержание, и мы это не делаем, да. Вот если говорить как раз-таки о вмешательствах, возвращаясь к тем событиям, к тому открытому письму журналистов Латвийской службы новостей, которые не были довольны работой правления, которые якобы не отстаивали их интересы по увеличению зарплат, они в качестве одного из критериев указали, что правление, претензия журналистов стояла в том, что когда вы попросили помощь у медиатора, да, чтобы как-то выяснить отношения, нормализовать их, они ответили, что это не может предотвратить политическое влияние направления латвийского радио. То есть, по их словам, на вас оказывается некое политическое давление. Вот можете вы как-то пояснить, что имелось в виду, о каком политическом давлении журналисты говорили? Я думаю, что этот вопрос к журналистам, я не хочу угадать, что именно они имели в виду, но я могу говорить, что правление, никого нам не показали, из политических партий или кто-то говорит, какие решения надо принять. Мы сами принимаем решения, и в то же самое время мы не указываем нашим журналистам, что они должны переделать. Вы никогда не сталкивались, допустим, даже совет по электронным СМИ часто, и бывшая глава совета Датса Кесбера говорила о том, что вот нынешнее правительство и нынешний СЕИМ иногда вторгается в дела абсолютно автономных, независимых структур, государственных учреждений, пытается лоббировать, педалировать собственные интересы, мнения. Вы абсолютно не согласны с этим, никогда с этим не встречались? Конкретно я нет. Спасибо большое, на этом нам пора заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была член правления Латвийского радио по вопросам управления финансами Мария Тетукиша. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Спасибо.